На этих кадрах одна из нескольких коммунальных аварий, которые случились этой зимой в Иркутске. Кипяток заливает проезжую часть и разрушает дорожное покрытие. Такие происшествия не в последнюю очередь говорят о несостоятельности реформы ЖКХ, уверены представители Либерально-демократической партии России. Для многих управляющих компаний главная цель это извлечение прибыли, а не поддержание в надлежащем состоянии инфраструктуры. Из-за этого вершают коммуникации, происходят аварии, иногда с летальным исходом, как в Ярославле, где взрыв газа унес жизни семи человек. При этом рост коммунальных платежей зашкаливает. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский уверен, нужно вернуться к старой проверенной эффективной системе управления, восстановить министерство ЖКХ. Через свои территориальные органы, вплоть до дома управления или дирекции по эксплуатации зданий, должно контролировать все. И строительство жилья, ремонт, благоустройство территории. Я помню, 50 лет назад нормально работали дворники, всегда было чисто. Мы просыпались в 7 утра или в 6 утра, в 8, дворник начинал мести дорожки, мягкий такой скрип снега. Никаких мигрантов не было, ни один лифт не проваливался, никаких протечек, постоянный ремонт водопровода, канализации и так далее. Отлаженная была система, никакой проблемы не было. А к существующему министерству строительства другая претензия. Она касается развития российских городов. Основные бюджетные деньги сейчас уходят в мегаполисы. В ЛДПР уверено, должно быть наоборот. Федеральные средства могли бы стать хорошим импульсом для развития малых городов и сельских поселений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова